Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами одна церковь в разных регионах и город Новороссийск сегодня вас приветствует. Моё послание сегодня будет, скорее, таким, знаете, ситуативным, то есть реакцией или ответом на ту ситуацию, которая происходит сегодня в мире, в нашей стране. Закрываются границы, учебные учреждения, школы переходят в режим карантина. Люди очень много говорят о коронавирусе, и много информации мы видим с экранов телевизоров, еще где-то соцсети тоже переполняют всякие разные ролики, как поступать, что делать, и люди по-разному реагируют. Кто-то поддается панике, кто-то еще не понимает, что происходит до конца, но поступают как-то по-человечески. Кто-то прячется в бункер, закупает все продукты себе как будто бы на 5-10 лет, ажиотаживаться этими масками и так далее, и так далее, и так далее. И все мы, наверное, смотрим это, все мы это видим. И сегодня на фоне этих событий хочется отметить, как же сегодня поведет себя церковь, как мы с вами будем реагировать. Или тоже поддадимся вот этой панике, и начнем, как все люди, жить или все-таки поступим как-то по-другому. И здесь хочется обратиться к Священному Писанию, как Иисус Христос, который был, так же искушаем, так же проходил какие-то испытания в своей жизни, какова была его реакция. И я хочу прочитать из Евангелия от Луки, это 4 глава, одну историю, которую мы с вами многие читали. Я не буду читать ее всю, я просто прочитаю начало, и конец этой истории. С первого стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И там он сорок дней он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их залкал. Аминь. Что мы видим дальше? Мы видим, как дьявол там три раза пытается искусить Бога, искусить Иисуса. Он заставляет его поступить. Поступить не так, как поступает верующий человек, как поступает Сын Божий, а поступить так, как поступают люди. Поступить по-человечески. И мы видим всякий раз, когда дьявол пытался его в чем-то искусить, мы видим, что Христос отвечал написано, Христос отвечал сказано. И в конце всей этой истории мы видим, что дьявол просто отошел от него, написано до времени. И вот 14 стих. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И далее. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Аминь. Вы знаете, дорогие друзья, что мне очень впечатляет и нравится в этой истории, это, конечно же, начало и конец. Христос пришел в духе, Он выдержал эти искушения, Он выдержал эти испытания, и Он возвратился из этой пустыни, возвратился тоже в силе Духа Святого. И молва о нем разнеслась. Молва о нем разнеслась. Люди видели, как Он вообще отреагировал на то, что происходило с Ним. Знаете, сегодня Церковь, она тоже может, конечно, поддастся к какой-то панике. Начать может поступать так же по-человечески, как поступают все. Но есть такое хорошее, друзья, выражение, что поместная Церковь – это надежда мира. И как сегодня поведет себя Церковь, как сегодня мы с вами будем реагировать на эту ситуацию, это показатель того, являемся ли мы с вами верующими. А может быть, это для нас с вами возможность показать Иисуса Христа этим людям, чтобы люди сегодня не в бункеры прятались, не уходили в какие-то карантины, а шли в Церковь, наполняли наши собрания и понимали, что в этом мире, в сложившихся ситуациях только Бог один может помочь им. Я прошу вас, дорогие, чтобы вы поразмышляли над этим сегодня и далее. И пусть Бог благословит вас в этом. Всем хорошего дня. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова